Месяц июль в нашей церкви назван месяцем утверждения. В нашей церкви проповедовалось слово, на котором мы утверждались в освящении, в радости, в прощении. И сегодня мы тоже будем утверждаться, но, возможно, не на совсем, знаете, такую приятную нам тему, которую, может быть, мы периодически пытаемся обходить, но верю, что Бог нас в этом благословит. Тема моей проповеди сегодня звучит так – шиворот на выворот. Когда-то мне подарили футболку, очень хорошую, дорогую и брендовую футболку, очень знаменитого бренда. Но у этой футболки была одна особенность – ее внешний вид. Внешний вид ее заключался в том, что наружные швы, которые обычно снаружи, были, точнее, внутренние швы, простите, внутренние швы, они были снаружи. И эта футболка выглядела так, как будто я ее одел шиворот на выворот. Знаете, когда ты соприкасаешься с какими-то людьми первый раз, которые не видели тебя в этой одежде, они так на тебя странненько смотрят, а потом в конце, знаете, так говорят, ты как бы немножко, наверное, в зеркало на себя не смотрел. Но потом, когда ты говоришь человеку о том, что, нет, это такой дизайн, на самом деле это хорошая вещь, это очень брендовая вещь, и тогда человек сразу говорил, а, ну тогда как бы окей, все нормально, тогда меня все устраивает, можешь ходить так. Знаете, интересный тот факт, что среди христианского общества, или внутри христианского общества, сегодня есть некое такое сообщество, люди, которые имеют такой взгляд на жизнь, что наша жизнь с Богом, жизнь в благословении, это вот только такое все ровненькое, красивенькое, с ровненькими швами, когда все хорошо, когда все налажено, когда мы просчитываем нашу жизнь наперед, когда у нас есть материальный достаток, когда мы не напрягаемся духовно, и почему-то, к большому сожалению, некие имеют такое богословие, что жизнь в благословении, она только так и выглядит, и никак иначе, и не может выглядеть швами наружу, как выглядела моя футболка. Они не допускают, что трудности и всякие нелегкие обстоятельства в жизни могут быть допущены Богом, который Бог допускает по той или иной причине и дает нам для чего-то их пройти. И смотрите, что говорит Слово Божье. В послании римлянам 8.28, знаменитый нам текст, говорит такие слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Дорогие братья и сестры, все содействует ко благу. Я не знаю, почему некоторые люди, когда читают этот текст, говорят о том, что все, что происходит в нашей жизни, это благо. Где они это тут видят, я не вижу. Написано, что происходить с нами может разное. Могут даже злые обстоятельства быть в нашей жизни. Может прийти зло. Но если мы любим Бога, если мы им призваны, то эти обстоятельства будут нам помощниками, они будут нам содействовать в том, чтобы привести нас или доставить нас к определенным благам, которым хочет нас привести Бог. И именно поэтому Бог может допускать в нашей жизни различные нелегкие обстоятельства, когда мы можем сталкиваться с какими-то трудностями по той или иной причине, для того, чтобы доставить нас или явить какое-то благо в нашей с вами жизни. И сегодня на примере Слова Божьего мы рассмотрим несколько историй с несколькими библейными героями, которые сталкивались с такими трудностями. Мы посмотрим, для чего их допускал Бог и к чему это все приводило. Понятное дело, что, наверное, не хватит и десяти служений говорить о всех событиях Библии, но мы возьмем всего лишь несколько историй, для того, чтобы нам было понятно, что это нормально. В этом нет ничего такого, когда в нашей жизни мы сталкиваемся с какими-то трудностями. Хочу начать с Иосифа. Этому молодому парню достаточно комфортно жилось до определенного времени. Он был любимчиком отца, он одевался в лучшую одежду, Бог говорил с ним напрямую через сны, Бог давал ему откровения, Бог давал ему сны, которыми он бегал, делился, изрядно раздражая своих братьев этими снами. И вел себе такую жизнь, знаете, хорошую, комфортную. Мне кажется, что где-то в каких-то моментах он даже был немножечко, знаете, такой несерьезный. Почему? Объясню сейчас. Потому что, когда все пошли пасти овец, когда все пошли заниматься делом, Иосиф почему-то делом не занимался. Возможно, красовался перед зеркалом в своей красивой одежде. Возможно, размышлял о глубинах Божьих, которые он получил в откровении. Но ответственность на себя так и не брал. Делать что-то для своей семьи, для своего дома. Знаете, сегодня среди нас, может быть, могут быть, давайте скажем, такие себе Иосифы. Очень хорошие, замечательные люди. Хорошо одевающиеся, имеющие откровения от Бога, имеющие общение с Богом. Но которые так и не дошли до момента, чтобы взять на себя ответственность в теле Христовом, в церкви, и начать служить Богу. И первый мой пункт звучит сегодня так. Бог хочет, чтобы я служил. Бог хочет, чтобы я служил. Смотрите, что происходит в случае с Иосифом. Мы читаем Бытие 37. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем продадим его измаилетянам, а руки наши да не будут на нем. Ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. Смотрите, на самом деле, что пережил Иосиф? Иосиф пережил тяжелейший кризис в своей жизни. Он столкнулся с серьезнейшей проблемой предательства самых родных и близких людей. На самом деле, мне кажется, нет ничего ужаснее, когда тебя предают люди, которым ты доверяешь. Когда тебя предают люди, которым ты веришь. Когда тебя предают люди, которым ты посвятил свою жизнь и жил, возможно, для них. И это самое событие произошло с Иосифом. Его предали родные братья. Его предали родные братья. Я не знаю, мне кажется, Иосиф задавал вопросы. За что? Почему это произошло? Для чего ты, Бог, допустил это? Ну, я не виноват, что отец любил меня больше, чем их. Я не виноват в том, что отец одевал меня лучше, чем их. В конце концов, Господь, я не просил тебя, давать мне эти сны, которые так раздражали моих братьев. Для чего ты это допустил в моей жизни? И когда с нами что-то происходит, мы склонны копаться в себе и искать причины, вообще, по которым произошли какие-то обстоятельства, в которых мы сегодня находимся. И с одной стороны, это неплохо, потому что действительно, бывает так, что в нашей жизни возникают какие-то нехорошие обстоятельства по причине того, что мы с вами сделали где-то неправильный выбор когда-то, и это его результат. Но также бывает, что в этом и нет нашей вины, что просто Бог допускает по каким-то причинам это в нашей жизни, как допустил это в жизни Иосифа, используя его братьев, которые были ожесточены по отношению к нему. И если мы посмотрим не на начало этой истории, а посмотрим на ее конец и на все, что происходило, мы сможем с вами увидеть одну важную вещь, что все то, что произошло с Иосифом, это было единственным, возможным, таким себе путем доставить Иосифа в Египет, чтобы там поставить его на важнейшее служение, которое определил для него Бог, через которое Он спасет весь израильский народ от неминуемой гибели, от голода. Это был план, который имел Бог по отношению к Иосифу, для того, чтобы использовать его через какое-то время в служении и не дать погибнуть своему народу. Я знаю количество людей, братьев, сестер в нашей церкви, которые пришли к Богу и стали служить именно в церкви, стали на свое место, не потому, что они так сильно этого хотели, потому что по каким-то причинам Бог создал какие-то обстоятельства в их жизни или допустил их, какие-то проблемы, какие-то трудности, через которые, или благодаря которым они оказались на том месте, на котором сегодня находятся и служат Господу и приносят большую пользу. Несколько недель назад я ездил в Польшу и ездил с компанией, ездил на автомобиле компании, которая занимается международными перевозками. Сегодня, имея все документы, во время карантина не так легко проехать туда, потому что есть определенная квота на границе и приблизительно 50% автомобилей всех проходящих через кордон поляки должны развернуть и просто отправить назад. И они придираются ко всем вещам, которым только захотят. Вы знаете, меня тоже постигла сия чаша. Мы ехали всю ночь, пока доехали до этой границы, под утро начали ее проходить, нас развернули два. Вы себе не можете представить, что это такое. Это круг, когда ты проезжаешь, тебя разворачивают, потом тебе нужно отстоять все эти очереди, паспортные контроли. Мы решили зайти на второй круг и на втором кругу нас развернули, а уже жара сумасшедшая на улице. Плохо, тяжело. Знаете, и тогда водитель этого автомобиля принимает решение, говорит, все, мы поедем на другую границу. А туда ехать 250 километров. Плюс надо делать новые пропуски. И это не факт, что тебя туда пустят. Вы знаете, и я задумался, думаю, Господи, а я уже готовился к этой проповеди. И этот пункт у меня был уже как бы в сердце моем. И Бог мне его напомнил. И я думаю, Господи, может, ты что-то хочешь, чтобы я что-то сделал? Потому что я не могу понять, почему так. Меня благословили всех, кто только мог благословить. Так благословили так, что поляки, по идее, не должны были даже паспорт у меня проверить. Должны были сказать, езжай, давай, все нормально. Настолько я был благословен всеми. Понимаете? И тут на тебе неудача. И ты думаешь, да что такое? Что происходит? Вы знаете, и я понимаю, и Бог говорит в мое сердце, что Бог хочет, чтобы я рассказал водителю о Христе. Потому что я не говорил ему еще, потому что я верующий, что я христианин. Вы знаете, я говорю ему, остановись. Он остановился, я говорю, смотри, я верующий, я христианин, я верю в Иисуса, я верю в Слово Божье. И в Слове Божьем, говорю, есть такая история про женщину, которая ходила к неправедному суде, и он ей постоянно отказывал. Послушай, говорю, если мы сейчас развернемся и поедем, нас 100% пустят. Я говорю, тебе отвечаю. Нас пустят 100%. Когда я это сказал, конечно, я потом, вера моя, я не знаю, чем я руководствовался, но вера моя подсела чуть-чуть. Думаю, ну а вдруг сейчас? На самом деле, я вам скажу, Бог явил чудо, через 15 минут мы уже ехали по Польше. И потом всю дорогу я с ним имел общение о Слове Божьем. О том, что Слово Божье живо и действенно. О том, что когда тебе тяжело, ты можешь обращаться к Библии. И то, что тут написано, Бог может совершить в твоей жизни, потому что это не просто какая-то книга, это живое Слово Бога. А Бог верный Своему Слову. Да, Он не покаялся, я Ему даже не предлагал этого делать. Но я знаю, что в свое время то, что Бог допустил в этой поездке, и этот посев, он произрастет и явит свои плоды в его жизни. Поэтому первый пункт, то, о чем мы говорили, знаете, что Бог часто может использовать различные ситуации, обстоятельства, допускает в нашей жизни для того, чтобы подтолкнуть нас или перенаправить нас на место служения, которое Он приготовил для нас. Пусть Господь благословит это помнить. Хорошо. Второе, о чем мы сегодня будем говорить, Бог хочет, чтобы я научился. Бог хочет, чтобы я научился. Читаем филиппийцам четвертая глава. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Верующие люди, бывают, живут в недостатке. В недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я понимаю, что, конечно, периодически хочется, знаете, как вот в той песне непонятной, Папа налей, еще налей, чтобы вот лил, лил и лил, но я не вижу, чтобы он лил в жизни апостола Павла. Апостол Павел говорит, имею нужду, нахожусь в нужде. Оказывается, Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, когда мы с вами находимся в нужде. И нужда эта не только может быть материальной. Она может выражаться во многих сферах нашей жизни. Это может быть как материальная нужда. Также это может быть какая-то нужда, когда мы нуждаемся в Божьем благословении, что Бог научил нас в наших отношениях, в построении отношений, в нашей семье, в воспитании детей, в какой-то профессии, в нашем служении, когда у нас что-то не получается. У нас может быть много нужд. И это нормально, потому что это было в жизни апостола Павла. И когда мы в чем-то нуждаемся, как нуждался апостол Павел, мы можем взять с него пример и посмотреть на то, что он делал. Вы знаете, что мне больше всего нравится? Тут не написано, что когда апостол Павел осознал, что у него есть нужда, он решил открыть визу и поехать в Польшу на заработки. Он не решил открыть какой-то бизнес. Он, написано, научился жить в этих обстоятельствах. Послушайте, Бог допустил в его жизни нужду для того, чтобы его научить быть довольным. Бог в данном случае хотел именно этого. И знаете, когда у него пропала эта нужда? Когда он научился быть довольным. Когда он научился быть довольным. Смотрите, апостол Павел не пытался менять что-то вокруг себя. Он решил изменять что-то, изменить что-то внутри себя. И изменив внутри себя свое отношение к этим обстоятельствам, когда он научился, наверное, в нелегких, каких-то трудных моментах научился быть довольным, картинка сразу изменилась. Картинка сразу изменилась. Знаете, со мной недавно, если это можно сказать, недавно произошла такая ситуация. Я женатый. У меня есть замечательная, благословенная жена, которую я очень сильно люблю. Мне с ней очень хорошо жить. Все хорошо. Но. все хорошо. Но есть один маленький нюанс. Когда мне очень нужно ей позвонить, я не могу никогда ей дозвониться. Это бывает 15 пропущенных вызовов, чтобы вы понимали. 15, 17, 20. И самое интересное, именно в тот момент, когда прям горит, когда вот прям ну надо, ну не могу. И недавно была такая ситуация. Я звоню ей, я опаздываю, еду домой, звоню ей, хотел попросить ее, чтобы она кое-что сделала вместо меня, помогла мне. Не могу. Знаете, что самое интересное? С этим делом я боролся 10 лет. Мы в браке, я с ней борюсь. Как я ее только не пытался, пугал ее. Говорю, слушай, буду где-то умирать, не попрощаемся. Не дозвонюсь. Говорю, так, не берет. Ну, значит так. Ну, я так думаю. Я уже издевался над ней. Говорю, давай на автоответчик что-то поставим. Извините, вышла в космос надолго. Меня здесь нет. Не звоните. Что я только не делал. Я хочу посмотреть вообще в глаза тому человеку, кто сказал, что женский пол слабый. Кто вообще придумал такое? Я 10 лет с ней сражаюсь, считаю себя сильным мужиком и не могу победить. не могу. И понял, что, наверное, не получится. И вот в этот очередной раз, когда я ей не дозвонился, я приехал домой, вы знаете, я ее оскорбил. Ну, как бы оскорбил, как есть. каюсь перед вами, можете принять мою публичную исповедь. И этим самым я ее обидел. Ну, я ей сделал неприятно. И знаете, когда она обиделась, такое состояние не совсем хорошее. Когда ты обижаешь близкого родного человека, то и ты в первую очередь страдаешь от этого. Я, знаете, сел такой и думал, да когда же это уже закончится? Ну, естественно, подразумеваю, когда она начнет брать трубку. Я не задавал этот вопрос Богу. Я просто в своем порыве сказал, да когда же это закончится? Вы знаете, и услышал простые два слова. Когда полюбишь. Бог ответил. В смысле? Я думал, когда начнет брать трубку. А Бог говорит, нет, когда полюбишь. Легко любить наших близких людей, знаете, с теми качествами, которые хорошие. Но мы люди разносторонние. Есть в нашей жизни что-то и хорошее, как и то, что нас колет. Или колет наших родных и близких. И вы знаете, что я тогда понял? Я понял простую вещь. Закончится это тогда, когда я ее полюблю. Будет продолжаться все то же самое до конца жизни. Но это не будет меня тревожить. Это не будет меня кусать. Это не будет меня раздражать. Это не будет приводить меня к конфликтным ситуациям. потому что я ее буду любить такой, какая она есть. Вот даже с этими колючками. И я понял такую вещь, что Бог хочет меня научить в этой ситуации ее любить. И решать проблему не в ней, не вокруг себя, а в себе. Если я не могу это сделать вне себя. Пусть Бог нас благословит помнить такую важную вещь, что Бог бывает допускает разные обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы нас научить. Научить. Уже после первого служения были советы купи часы, купи будильник, еще что-то ей купи. Не поможет. Только любовь. Вот так. Потому что Бог, видать, задумал это изменить и научить меня в моем сердце. Пусть Бог нас благословит это помнить. Хорошо. И третий, последний пункт, Бог хочет, чтобы я его прославил. Бог хочет, чтобы я его прославил. Читаем Иоанна 9. И приходя, и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Раве, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Еще одна история, которая рассказывает нам о трагедии, жизненной трагедии, с которой столкнулся человек. Он был слепым от самого рождения. Он ничего не мог поделать со своей слепотой. Послушайте, точно такое может быть и в нашей жизни. Когда в нашей жизни есть какая-то трагедия, есть какая-то боль, есть что-то, что мы переживаем и не можем одержать над этим победу своими силами. И очень сильно нуждаемся в чуде Божьем в нашей жизни. И Бог, бывает, допускает такие обстоятельства для того, чтобы в нашей жизни явить свою славу. У нас вот тут возле дороги стоит билборд, и мы туда постоянно вешаем рекламу наших служений, о том, что проходят служения, евангелизационные служения. Тем самым, давая людям увидеть и попытаться их через эту рекламу привлечь, чтобы они могли быть не просто теми, кто видят рекламу, а чтобы они могли стать участником нашего служения. Что-то подобное может делать и Бог в нашей жизни, беря человека и допуская в его жизни что-то для того, чтобы явить славу. И потом, чтобы люди, окружающие этого человека, могли увидеть, простите меня, эту рекламу Божьих великих дел, Божьего могущества, того, что Бог может сделать чудо и стать уже не зрителями этих чудес, но участниками, непосредственными. И порою Бог так делает, Бог допускает это в нашей жизни. Мы сейчас будем переходить к молитве, можно уже выйти за клавиши. Я хочу рассказать одну историю. Знаете, недавно мне посоветовали посмотреть один фильм, основанный на реальных событиях. Этот фильм рассказывает об американце с итальянскими корнями, которого звали Луизом Перринни. Этот парень был участником Олимпийских игр, и в 43-м году он был призван в военно-воздушные силы США. Он участвовал в военных боях, будучи летчиком, артиллеристом. И один раз они отправились над Тихим океаном в спасательную операцию искать своих сослуживцев, которые потерпели крушение, и поступила информация, что кто-то остался жив. Вы знаете, над Тихим океаном ихний самолет потерпел крушение. Вышли из строя двигатель, и самолет рухнул в Тихий океан. Каким-то непонятным чудом трое человек спаслось, причем один успел дернуть за спасательный плод, этот плод раскрылся, к этому плоду была прикреплена фляга с водой и чуть-чуть еды, там в основном был шоколад. И эти три человека спаслись. Ну как спаслись? Они не утонули. Эти люди провели в Тихом океане 47 дней. 47. Представляете? Один из них погиб. Двое осталось жив. Некоторые птицы садились на ихний плод, и они ловили их заживо, разделывая их, пытаясь есть сырыми. Это не просто фильм. Я потом прочитал книгу, которую он написал. Он написал всю историю. И это действительно так происходило. Они ждали дождя, молились и просили, чтобы пошел дождь, и набирали воду. Флягу и по чуть-чуть пели. И через 47 дней произошло чудо. Они подплыли к земле, где рыбаки их увидели и спасли. Это было в районе Маршаловых островов. Но спасение на этом не закончилось. Эти рыбаки передали их в японский плен. Тогда США воевала с Японией. И вот этот Луи попал в лагерь к самому жесткому офицеру. Там, где были самые жесткие издевательства. И на протяжении двух лет, каждый день своей жизни, он переживал издевательства, избиения, унижения. Но каким-то чудом выжил. Потом Япония капитулировала и он вернулся домой. Родные думали, что он умер. Даже сам президент отправлял письмо родным с соболезнованиями, что о гибели ихнего сына. Он вернулся как национальный герой, женился, стал знаменитым человеком, начали приглашать на разные мероприятия, светские вечеринки. Кто-то начал его использовать из политиков в своих целях. И такая была жизнь, яркая, но было что-то, что осталось после всех этих событий. Был посттравматический синдром, или давайте скажем, вот такая дырка в душе, которую нечем было заткнуть. И этот человек начал употреблять алкоголь. Он стал зависимым от алкоголя. Его семья рушилась и уже была на грани развода, и в один прекрасный день его жена пошла в церковь. Увидя там, что происходит, она попыталась пригласить его, он долго не соглашался, но потом согласился. Они пришли в небольшую церквушечку, которая недавно только начала функционировать. За кафедрой стоял молодой проповедник, который еще был не очень такой профессиональный, так сказать. Этого проповедника звали Билли Грэм. И на этом служении этот парень услышал призыв Божий. Он подскочил с лавочек и начал убегать. он не соглашался с этим. Но где-то там на дверях что-то произошло, и Бог его развернул. Он выскочил наперед, покаялся. Бог явил большое чудо в его жизни. Он даровал ему полное прощение. Он стер всякую обиду, всякую ненависть, которая переполняла его к тем, кто над ним издевался, и к тому вообще, что произошло в его жизни. Потом в прошествии он ездил в Японию, и уже те офицеры, которые издевались над ним, они были заключенными. И он собирался, он проповедовал им, он подходил, каждого обнимал и говорил, что он прощает их, потому что Иисус простил. Но самое большое чудо, которое Бог сделал через него, это то, что в то время, после всех этих событий, много военных людей, бывших военных, которые были в плену, они вели точно такой же образ жизни. Была среди этих людей был высокий уровень преступности и высокий уровень алкоголизма. И тогда он начал ездить по всем городам Америки, собирая тех людей, которые воевали, участвовали в военных действиях, были в плену, переживали насилие и проповедовал им весть о прощении. И Бог начал делать чудеса, Бог начал исцелять этот народ. Бог начал на примере его свидетельства творить чудеса и исцелять этот народ. И это было большое чудо. Таким образом, Бог использовал этого человека, те все обстоятельства для того, чтобы явить свою славу в жизни других людей. И очень сильно упал уровень преступности среди людей, которые были военными и уровень алкоголизма благодаря служению этого брата. Давайте встанем на наши ноги. Мы будем сейчас переходить к молитве. Мы говорили сегодня о том, что трудности это нормально. Но самое главное все эти трудности проходить с Богом. И может сегодня кто-то переживает эту печь. Может сегодня кто-то в ней находится. Может сегодня кому-то больно. И эта печь возможно в твоих отношениях. Возможно это твои отношения с Богом. Может это отношения на работе. Может это какая-то болезнь. Я не знаю. Но ты переживаешь эту боль. Ты переживаешь эту печь. Я хочу сегодня сказать верю слово от Бога, которое Бог хочет благословить церковь. Смотрите что написано в Даниила. В Седрах, Месах и Авдина. Рабы Бога Всевышнего. Выйдите. Выйдите. Послушай, Седрах, Месах и Авдина это те люди, которые находились в печи. Но настал момент, когда они вышли из нее. Я хочу сказать каждому из нас, возможно ты сегодня переживаешь эту печь. Послушай, непременно настанет момент, когда Бог тебя из нее выведет. Бог выведет тебя из нее. Но это еще не все. Смотрите что написано дальше. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над делами мужей сих огонь не имел силы. Огонь не имел силы. Послушайте, те обстоятельства, которые были для них злом, которые были направлены, чтобы погубить их, не имели над ними силы. Послушай, не бойся, не переживай. Если ты проходишь что-то трудное, если ты проходишь какую-то печь, Бог тебя благословит и выведет сухим из воды. Смотри, что написано дальше. И волосы на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было на них. Послушай, Бог тебя так благословит, что ты даже помнить не будешь об этом, что даже никто тебе и ничто в твоей жизни не напомнит об этом. Написано, что даже запаха не было. Настолько Бог благословил этих людей и провел через эту огненную печь. Давайте помолимся, давайте помолимся и попросим, чтобы Бог провел нас. Может, кто находится, чтоб вывел и благословил. Дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что сегодня могли обращаться к Тебе, к Твоему Святому Слову. Я прошу во имя Твое, Господь, за каждого, кто сегодня находится в этой огненной печи, кто ее проходит, кому тяжело, возможно, у кого опускаются руки, кто хочет все оставить, кто вообще не в понимание, что происходит и почему. Господь, я прошу, благослови каждого и дай силы Твоей, Господь, пройти эти обстоятельства. Во имя Иисуса Христа благослови и выведя, Господь, яви свою славу и научи тому, чему Ты хочешь научить во имя Иисуса для славы имени Твоего. Аминь. Еще одна молитва, дорогие друзья, к которой я хотел помолиться. Возможно, сегодня на нашем служении есть люди, которые пришли первый раз на это служение. Вы пришли первый раз на собрание и вы никогда еще не каялись, вы никогда не молились молитвой покаяния, но вы чувствуете какой-то призыв. А может быть, есть люди, которые ходили на это служение. Может, вы были не раз в нашей церкви, но отошли по какой-то причине. Я Я хочу сегодня пригласить всех выйти наперед для молитвы примирения с Иисусом Христом. Может, сегодня ты переживаешь какие-то обстоятельства. Может, сегодня ты переживаешь печь по причине того, что ты еще никогда не приходил к Богу. По причине своего греховного образа жизни. И сегодня Иисус на этом месте хочет тебя вывести из этой печи через твое покаяние. Через твое обращение к Нему. Проходите. Возможно, кто-то наверху. Не стесняйтесь, спускайтесь. Мы подождем. Можно проходить во время молитвы. Мы вас подождем. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы, дорогие друзья, просить вас, чтобы... Когда я буду молиться, вы могли бы повторить за мной эту молитву. Но чтобы это исходило из чистого вашего сердца. Дорогой Иисус, я признаю, что я грешный. И прошу тебя, прости меня, очисти меня, измени мою жизнь. Я хочу следовать за тобой. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса Христа. Я отдаю тебе свою жизнь. И вверяю ее в твои руки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И мы коротко помолимся церковь. Дорогой Господь, мы благодарим тебя за каждого, кто сегодня покаялся, Господь, кто примирился с тобою. Мы просим, благослови, Господь, во имя Иисуса. Аминь. И просьба не уходить. С вами сейчас познакомятся служителя и вручат небольшие подарочки. Да благословит вас Господь.